Привет всем любителям пошагов к стратегии, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть партию за Канаду в Сидмерс Цивилизейшн 6 на уровне сложности божества, на самом последнем, на самом сложном и со всякими модами, которые ещё всё усложняют, но если вдруг вы не в курсе, что происходит, лучше перейдите к первой серии, ссылка в описании в перекреплённом комментарии, там всё объясняется и вообще лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку в это сложное время и давайте продолжать, мы закончили строительство статуи свободы и я кстати хотел посмотреть, там кроме 4 очков дипломатической победы и лояльности ничего не будет даваться, да, жаль, жаль, ладно, давайте теперь попробуем ускорить Тори Дебилен. 4 очка, отлично, 4 хода, так, 2 хода до офигительного, престижного, как его, пригорода. Пока радио будем открывать, не радио, в смысле, СМИ, а тут кстати можно в радио как раз идти. Видите, оно как-то всё между собой связано. Нацпарк, а нацпарк мы будем строить нашим уникальным юнитом. Наверное, в Шербруке его купим. Вообще нам тут куча денег надо, нам ещё клетки эти все выкупить надо. Продолжаем железную дорогу вести. Тут ферму поставим. Так, просто стоим. Что этим рабочим? Ну, можно к Виктории. Кстати, у меня стоит карточка на апгрейд юнитов. Можно ж ещё что-то апнуть. Вот у меня две коляски. Вот этот чувак, кстати. Двести пя... Блин, у меня деньги сейчас же нужны будут на... Да, у меня сейчас деньги нужны на выкуп клеток будет для нацпарка. Ну что, и всё, уже всю карту открыли. Вот тут ещё Кри побегает, я думаю, откроет и... Можно даже и спутник не запускать. Так, в Монреале статуя свободы. Ладно, давайте просьба о помощи Кри. Что по великим людям? А, ещё я хотел... Нобеля, блин. Так, я могу... С Майя... Поторговать вот этим всем. Закончился, видимо, договор. Какие-нибудь ещё... О, реликвия. Ну, покупаем. 26 вход, 23 нормально. Реликвия сразу скупаю просто. Редкие ресурсы больше мне никто не продаёт. Так, стратегически... Такие... Ну, опять же, мне ничего тут неинтересно. Шедевры. Есть скульптура. Вообще... Это будет всё, конечно, скупать. Чтобы увеличивать туризм наш. Дефицит энергии. Но это только потому, что мы вообще не поставили... Да, мы всё-таки угольную... Нефтяная сколько даст производство? Три. Просто три производства, да? Угольная даст одно производство, но уже будет электричество давать. Четыре входа. Ладно, Тори Дебилен достроим. И тогда, возможно... Так, я, наверное, не меняю тут. Или... Может, на золото поставить? Хоть и плюс девять всего. Конечно, есть покруче. Плюс сорок. Но я хочу, чтобы оставалось на науку и культуру плюс. Счастья у нас достаточно самого по себе. Давайте воинскую повинность пока. Да, именно что с монополиями и корпорациями как-то у нас слабенько получилось. Пусть не повезло, как ресурсы у нас для нас расположены. Еще улучшили. Мне бы вот эту клетку выкупить. Но, опять же, денег нет. Я думаю, что Антону Нариву раньше меня выкупит. Что мы на производство? Давайте опус чисто на рост. Тут, я думаю, Калгари медленно растет. Там у меня на производство стоит все. Так, оказание помощи сделали. На первое место вышли. И давайте исследовательские гранты попробуем набить на Нобеля. Нобель, по-моему, очень неплохо будет. Так, тут тоже оказание помощи закончили. Давайте исследовательские гранты. В Галифаксе промышленная зона мастерская. Оказание помощи исследовательские гранты. Блин, хотя тут можно и райончик какой-нибудь. Театралка на плюс один только, да? А может сюда промышленную зону, а сюда театралку тогда? Тут, кстати, тогда еще венецианка может встать. Да, давайте так. Четыре очка дипломатической. Но это же за... Я надеюсь, за... За статую свободы. Ведмон-то не мастерская. Ну что, оружейку построить? Тут, кстати, тоже нужна фабрика и... Кстати, вот тут давайте фабрику и угольную электростанцию. Там я все еще думаю... Блин, надо было переключиться... Я бы уже открыл сейчас... Мой уникальный юнит. Не, я железо не продаю. Я бы на самом деле, наоборот, его кого-нибудь купил. Теперь охрану природы открываем. Два национальных парка может построить. Но один я точно вижу, где. А вот остальные... Можно сажать лес. Лес на шестередине, когда я никогда не вырубался. Девственный получает один престиж. То есть, например, вот этот и вот этот. Кстати... Блин, четыре... А, да, вот тут можно еще, ребят. Вот тут еще можно. То есть, я выкуплю, опять же, клеткой, а не Антона Нариву это сделает. То есть, я бы и здесь, и здесь поставил бы. Дальше здесь. Без шансов. Ну, если я только уберу производство, я не хочу этого делать. Ну, честно говоря, больше не вижу, где тут. Вот здесь можно было. Ну, наверное, во-первых, престижа не будет. Кстати, а вот здесь тоже нету престижа. Ладно, здесь, может быть, нет. Вот 100% здесь ставится, вот. Вот тут. Блин, а чего он канадский? Я думал, это будет ацтекский артефакт. Ладно, надо... Так, что тут? Уилфлитер, Ларье, Древнего Мира, Древнего Мира, Варр... Мне, короче... У кого-нибудь артефакт Древнего Мира есть? Купить... Артефакт... Вообще нету. То есть вообще никто, кроме меня, артефакты не искал. Кайф. Так, тут продолжаем собор Василия Блаженного. Тут Тори де Билен. Так, в Монреале исследовательские гранты. Оказание помощи 9 ходов, и мы на 600 Абилен. Там я вам хочу сказать, что они к концу начнут что-то делать. Я прям уверен. Так, а что у нас эти научники? Вавилон уже где-то здесь. Охрану природы открыли. Надо свой уникальный юнит покупать. Тут мы ничего не меняем пока. И дальше идем в СМИ. Так, покупаем конную полицию. 1160. Так, а что не дают купить? А, потому что у нас тут дуболом стоит. Уникальный юнит. Так, мы все за уникалов Канады, короче, все получили. Теперь нам нужны деньги, чтобы вот эти клетки выкупить. 150, 225, 200, это 450, 600. Где-то 825. Но следующим ходом. Надо будет что-то попродавать, конечно. Ну что, попробуем 1816 денег своровать. И у нас 6 послов. Можем засоюзить Хатусу. Я бы именно отправлял туда, где мы можем союзить. Потому что засоюзенные города дают нам... Ну, смотрите, Антона Нарива 4. Вот, кстати, вот сейчас уже Антона Нарива имеет смысл. Смотрите, 260 культуры. 286. Плюс 16 культуры. И у нас уже великих людей штуки 3 или 4 было. Это нормальный бонус. Дальше кого мы можем... Вильнюс можем засоюзить. Кстати, тоже да, потому что второй уровень у нас есть. И теперь соседство... Соседство театралок. 9. То есть у нас стоит карточка... То есть вообще театралка плюс 3. Но у нас еще плюс 3 от карточки. И еще плюс 3 от Вильнюса. За счет второго уровня союза. Ну, здесь слабенько. И тут просто 3 будет вместо плюс 1. И здесь 6 вместо 4. Ну, мы тут еще построим вокруг района, я надеюсь. Так, что у нас тут с Эйфелем? Наверное, надо еще читать проекты. Блин, лоскарина-бубулина, я, по-моему, в каждой игре выпадаю. Я ее, кстати, пропущу. Я не думаю, что она мне нужна. И надо каждый раз просьбу о помощи проверять, что там не догоняют. Что-нибудь поменяем здесь? Не, наверное, нет. Я могу кучу... Ага, можно мед и хлопок. У этого парня купить. Так, отлично. И там, по-моему, Россия еще что-то продавала. Серебро. Мне больше однократно нравится. Вот тут, видите, надо... Придется поторговаться все-таки. Потому что мне нужны однократно сейчас монеты для выкупа клеток. Ну, в принципе, я в следующем ходу смогу клетки выкупить и... И этот построить. Как его? Национальный парк. Ну, я думаю, даже и в Золотой век выйдем. Еще 25 ходов эпохи. Многолюдие. Интересно, у кого больше всего населения? Жалко вот этой демографии. Вот в шестерке мне не хватает демографии с пятерки. Может, это как-нибудь по-другому, чтобы была... Вообще, в принципе, демографии не хватает. Немножко по-другому это все показывает. Так, Тори де Белен построен. Не то, чтобы это было прям нужное чудо мне, но... Построить его приятно. Девяносто семь туризма. Еще три туризма, и у меня будут еще дополнительные очки дипломатии. Так, ну что, не ошибся ли я? Да нет, ну должен тут ставиться. Короче, выкупаем клетки и смотрим. Да. Еее. Первый в мире национальный парк. Так, ну, может быть, где-нибудь все-таки еще можно поставить? Ну, тут мы ускорили радио. Отложу пока СМИ. Потому что я следующим ходом ее... Давайте оперу и балет, возможно. Или выжженную землю. Давайте выжженную землю пока. Там все еще воюет Россия с Вавилоном, да? Что-то как-то... Вавилон нехило, вообще-то, опережает Россию по науке. Вон у него уже даже самолеты есть. Но незаметно, чтобы он хоть как-то продавливал. Слушайте, а Кумана это все-таки... ГГшка или... Или город... Колумбии? Ладно. Ну, все. Мы... Точно уже всю... Все море открыли. Надо поставить где-нибудь тут. Давайте глянем. Престиж. Я, по идее, вот тут могу еще высадить. Да? Но... Кстати, а этого хватит. Реально, этого хватит. Высаживаю здесь дерево. Только, послушайте, я могу высаживать деревья рабочим же, да? Или мне натуралист нужен? Рабочим сажать лес, да. Значит, идем сюда. Выкупим на всякий случай эти клетки. Еще 150, надо бы теперь попродавать все-таки ресурсы. Так, а можно однократно? И вот тут я выкуплю... Блин, не, наверное, сейчас надо там еще в Бразилии. Все. И тут еще мы сейчас ставим нацпарк. Отлично. Жалко здесь нигде не поставить, но тут и так счастья дофига. Так, в Атталу бегала. Опять же проверяем. Значит, у нас из Виндзора. Из Гамильтона бегает. Из Эдмонтона нету. А из Виктории... Из Виктории. Не значит, из Виктории в Бразилию. Это, опять же, за счет культурного союза, чтобы больше очков великих людей получать. Наверное, лесопилку сделаю. В Торонто Тори до Билена. Следовательские гранты, просьба о помощи, пока не догоняют. За Нобелем вроде мы первые пока что. Так, производство появилось. Не хочу пока археологический. Давайте, наверное, Акведук сначала. Бродвей, Панамский канал построили. Сейчас у нас должно быть больше 100 туризмов ход. То есть еще одно дипломатическое влияние сверху. Как вы можете думать о космосе? Вообще не думаю о космосе. Я разве думал о космосе, ребята? Как он мои мысли может вообще прочитать? Нет, никак. Идти по пятам Хамурапи – самое разумное решение. Ну, ну, сейчас сложновато не идти за тобой по пятам. О, тут меня нехило затопило, конечно. Радио – это театр of the mind. Телевизия – это театр. Открываем. Блин, тут надо явно купить рабочего будет. Что со следовательскими грантами? Ну, я бы центр вещания пока поставил. Немножко отложим следовательские гранты. Что-то пока помощи никто больше инку не оказывает. Так, тут, наверное, продолжу. И куплю строительство. А, 710. Значит, надо построить строителя сначала. Видите, все, у меня сахара нет. Сахар затопило. Может, шпиона сделать? Не помешает. А сколько этому осталось украсть кучу бабла? Шесть ходов. Долго. Да. И тут еще нацпарк получится. Что-то у меня уже рабочих дофига, которыми нечего обрабатывать. Ничего себе. Так, фабрику я буду в Эдмонтоне делать. Значит, тут пока больше ничего не надо. Что с театралкой? Есть на плюс 2. Может, какое-нибудь чудо сделать? Ну, здесь вроде нету никаких. Ладно, давайте оказание... Или нет? Давайте библиотеку, универ. Вот это сделаем. Пока нам оказание помощи точно не надо. Так, в Калгари могу район наконец-то ставить. Что у нас тут вообще есть? Ну, кампус, походу, некуда. Это гавань, видимо. О, на плюс 4 есть. Так, а давайте реально электричество и компьютеры. Нам нужен капер. Я, наверное, в Торонто капер построю. Два хода буквально. Давай ты больше никогда не будешь у меня туринскую плащаницу просить. Жалко, нельзя дипломатические очки тоже, чтобы он не просил. Вот в этой партии я не хочу дипломатические очки точно никому отдавать. Никакие. И даже за... За... Шедевры. Ну, опять же, нам Христос Искупитель нужен. Туризм от реликвий и священных мест не уменьшается из-за цивилизаций, открывшихся, собственно, институт просвещения. Так, ну, больше пока ничего не меняем здесь. Что у нас, по счастью, еще проверим. Плюс 5. Все, пока достаточно, да. Счастья достаточно. Вернуть в город не за... Ну, я же не... По-моему, мы... Даже если мы вернем, то это никаких очков дипломатических не даст. Тем более, где у нас Кабул вообще? Блин, а где он захватил Кабул? Почему я Кабул не вижу тут? Нет. Кенжу, Пи... Вы видите Кабул? А, вот он. Он еще и отвалится по лояльности. Зачем? Зачем мы... Вот, чего компьютер не понимает, так это лояльности, мне кажется. Вот они ввели систему лояльности давным-давно. И компьютер не очень ее оценивает, прямо скажем. Знаете, надо пингалу на Гранты. Прокачаем. Так, вот ничего не обрабатываем, потому что ставим... Нацпарк. В Виндзоре. Давайте, наверное, Акведук. Тебе, мастерская больше производства даст. Тут угольную точно ставим. Опять, я могу по чеку только лошадей продать. Тринадцать. Тринадцать. Ну, русским. Тринадцать вход-то побольше будет. Нет, железо не продаю. Селитру, кстати. О, сорок. За пятьдесят четыре вход. Зашибись. Нафига мне селитра? Блин, круто играть за Канаду, что тебе вообще воевать не надо. Нет, уголь я не буду продавать. Хотя, слушайте, он у меня накапливается. Он уже максимум у меня набился. И вход у меня вроде бы дофига должно быть. Двенадцать вход. В общем, можно продать. Двадцать два буквально. Так, алюминий. Кстати, а алюминий-то мы же открыли алюминий. Мы алюминий открыли. И где он у нас? У нас, походу, нету алюминия. Важно ли это мне? Мне кажется, нет. Он вообще на нашем континенте только в двух местах. Нет, в трех. А нет, слушайте, вот алюминий. Ну, дотянется ли? Ладно, неважно. Нефть-уран. С вавилоном можно дружбу заключить. Продает всего... Вообще за бесценок продаются ресурсы роскоши. Все, у меня только плохие отношения с Ацтеком и Майя. Причем, с Ацтеком вообще всю игру. Что дальше? Диалогия. Для этого надо две полевых пушки. Тут два арбалетчика. И два форта. Ну, пошли, наверное, так. Два арбалетчика. У меня один есть. Мне одного построить надо. Чисто. О, один ход. Зашибись. Так. Опять же, ничего не меняем. Дальше. Два три бушета надо. Кого перекупили? Антону Норилу. Не, Антону Норилу надо держать. Там в процентах. Я думаю, кто-то предложил Кабул отбить. Хорошо, что я в этом не участвую. Главное, мне предлагали это предложить, но... Да? Смотрите. Сейчас Вавилону объ... Ну, Майя объявляет войну Вавилон. Вот это интересно. Кстати. Два лидера по науке. Причем, Майя вообще изи отбить Кабул. Так, значит, Лоскарину Бабулину, как я говорил, мы пропустим. Литье ускорили. Выжженную землю отложим. Ну, давайте наемников откроем. Чисто ради посла. Плюс, значит, Антона Норилу. Видите, не могу пока. Ну, ладно, давайте я пятого доброшу. Блин, хотя нет, тогда... Пускай так пока будет. Еще бразилист тоже будет добрасывать. Зачем нам это? Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, в Торонто после... Капера давайте угольную электростанцию... Все-таки построим. Спаундмейкером второй уровень. Военного Союза, но тут пофигу, потому что он и так мне видимость дает. Второй уровень Военного Союза дает видимость, кто не в курсе. Пройдемся по городам. Еда, производство. Еда, производство. Еда, производство. Блин, давно надо было... Блин, я Рейну давно там посадил. И тут тоже я перегород давно сделал. Надо было переключать. Так, а вот тут, наверное, можно пока не расти. Да, очень-очень-очень мощненько мы идем пока. В плане роста. Вот у Майя тоже есть такие большие города. У Вавилона один, пожалуй. Надо сейчас попокупать... У меня много денег уже стало. Я хочу сейчас эти купить. Всякие шедевры. Что мы вряд ли можем великих людей. Блин, там Вавилон читает на Нобеля. А, я уже три бушета шкать и не смогу сделать. А хотя почему смогу, у меня нету селитры. Так, продвинулись по электричеству. Собственно, давайте его и откроем. Дальше союзим опять Антона Нариву. По чекуток нам соль готов продать. Нет, сахар у нас будет. Вот американец должен недорого. Так, а сахар у нас вот буквально прямо сейчас появляется. Так, плюс шесть. Так, культурное наследие открывать. Не хочу я выкупать клетку. Не хочу на это деньги тратить. А лучше потрачу на шедевры. Поэтому просто подождем рабочим. Так. У нас еще есть два храма. Надо проверить реликвию сначала. Не появилось. Дальше один художественный музей и два письменного. Попробуем, может, тематический бонус собрать. Петр Касса де Контрасьон построил. Это фиг с ним. Электричество ускорили. И Эдмонтон на производство переключим. Так, я точно тут не писателей. Да, тут раньше другие получат. Так, что с портретом? Два. Что с пейзажем? О! Три разных пейзажа. Напоминаю, это как раз и даст. Ну, вот, конечно, тут 32 вход. Но оно того стоит. Значит, раз. Два. И три. Культурное наследие ускорили. За счет тематического бонуса. Ну и два письменных, я считаю, надо брать. Видите, плюс один от туризма пошло. Потому что больше ста туризма вход. Все, у меня все заполнено. Отлично, надо еще театралочки строить. Еще нацпарк. Блин, я забыл. Сука, щай. По-моему, два счастья дают нацпарке в радиусе скольки клеток. Владеющие на два очка довольства. Ближайшие города по одному. Четыре ближайших по одному. То есть, это Виктория 2. Гамильтон тут что-то это. Шербрук тоже два. И Калгали Эдмондон Виндзор по одному еще. Нет, вообще зашибись. Это очень приятненько. Слушайте, давайте я, наверное, амбар куплю. Хотя я к Ведук добавить жилья, но все равно Шербрук как-то слабенько рос. Так, поехали дальше пока. Такое скромное войско. Вы за свою жизнь не опасаетесь? Спрашивает меня американец. Нет. Потому что никто мне ничего не сделает. Ха-ха-ха. Можно иметь скромненькое войско. Как приятно. А, нет, ничего. Мы тут иметь скромненькое войско. Да, слушайте, вот за Канаду получается на божестве приятнее всего играть именно потому, что тебе тупо компьютер не не нападает. Даже Ацтек такой воинственный у меня под боком, он так и не удосужился меня ни разу осудить. Кстати, я все-таки смогу мазутную электростанцию, пожалуй, в Торонто построить. Дайте я переключу. Хотя... Ладно, пускай уже угольную строит. Три хода, просто там пять ходов. Не хочу. Так, надо железо купить. Проверяю, что реликвии не появляют. Не знаю, хотя откуда Россия берет реликвии. Ну, восемьдесят мне же не надо. Давай, не знаю, двадцать. Мне двадцать ходов еще железную дорогу строить. Вполне нормальное предложение. Ну, вот ведь Антонарива выкупил эту клетку. Ну, что ж поделать. Давайте мы эту выкупим уже точно для Гамильтона. Ну, что, в компьютеры? Мне там морские плотины кучу, где построить надо. Двадцать семь ходов. Слушайте, я даже, наверное, без ускорения открою компьютеры. Тут много, где затопит. Вот. Затапливает, да. Дальше. Вот тут в Ванкувере затапливает театралку и пригород. И вот тут две клетки. Да, надо открывать. Так, что с просьбой о помощи? Ну, вроде они ничего никто не читает. С Эйфелем что? Ой, с Эйфелем, Нобелем. Блин, на Нобеля бы почитать. Тем более, это быстрее позволит компьютеры открыть. Да, надо на Нобеля почитать. Будь здорово. Еще один шпион. Так, а когда мы там в Умайе? Еще два хода. Ну, что, пока не продаем. Вот, можно уголь продать еще. Понимаете, опять 80 накопилось. О, построили собор Василия Блаженного. Плюс 3 процентов религиозного туризма в этом городе. Там, а там есть у нас и реликвии, плюс 3 ячейки реликвий и пища, производство и культуры на всех клетках тундры в этом городе. И еще и энергия появилась. Ну вот, посмотрите, красота. Можно, кстати, вот эту клетку передать Ванкуверу. Тогда. Чтобы выхлоп побольше был. Заключает ли нам дружбу с ними, со всеми? Пускай сами предлагают, правильно? Так, ну тут появится энергия следующим ходом, по идее. Просто пока уголь не топится. Посмотрим, я не буду пока уголь продавать. Посмотрим, сколько будет на энергию уходить. Возможно, рановато еще для угля. Так, значит, читаем. Стрельские гранты, тем более, что он с пингала на гранты прокачан. В Ванкувере, наверное, я тоже почитаю. А, тут нету... Тут нету кампуса. Тогда морской порт. Так, исследовательские гранты. Ну не, походу я выиграю этот кризис. В Гамильтоне шпион. Исследовательские гранты. Правим в Вавилон, наверное, куда-нибудь. 1192. Как тут война? Ну, Кабул, походу, забирает мая. Экведук есть. Рост есть, но теперь можно и промышленную зону. Плюс 4. Уголек. Начал работать. О, гидроэлектростанцию надо, да. Торговые посты. Кайф. Что-то кри-параноик. Спасибо. Монреаль огромный. О, похитили тысячи... Тысяча девятьсот шестьдесят... Две тысячи похитили. Кайф. Монреаль у меня больше город, чем Оттава. Ну, тут, конечно, побольше еды. Ничего не скажу. Так, сразу давайте шпиона. Качнем. Хищение средств. Время выполнения заданий. Давайте, наверное, хищение средств повысим. Нравится, сколько он ворует. Я понимаю, почему-то фиолетовым светится. Аж уже вроде обработал. Ну, давайте лошадей обработаем. Денег много. Клетку выкуплю. Да, для Гамильтона вырубим. Так. А куда он бегал до этого? Вообще, из Монреаля бегает уже. О, что это за караван такой тогда? Так, из Виктории бегает, из Гамильтона бегает, из Виндсера Шербрук, Эдмонтон, Калгари. Я бы из Калгари отправил, как из самого маленького города. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, вот в Виктории промышленная зона-то не работает. на Викторию. И на Нобеля инки еще читают. Кабулу еще не отбил. Слушайте, Майя, походу, подожди, а как Кабул пообъявлял им войну? Почему ты их заключил? Была война Майя и инков, а Майя еще из Колумбии воюет. Их, походу, ну, вообще, Колумбия хрен знает, где для Майя. Но их, походу, подговорил Вавилон. Блин, такой одинаковый цвет почему-то у Мапучи и Америки. Они сливаются на карте в одну, в одну цивилизацию. О, окончился удачно. Ага, значит, они, понятно, они Кабул отбили. Чего я туплю? Они отбили Кабул, кризисный союз закончился. Так, просьба о помощи. Я так понимаю, что я побеждаю. Такие. Красители и пряности. У Майя красители, у инков пряности. Вообще, надо глянуть опять реликвии, но главное, что я уже центр вещания построил, что можно музыкальные шедевры купить. И вообще, надо их у меня денег дофига надо здания попокупать. Именно в театральных культурное наследие открыли. 100% туризма от шедевров изобразительного искусства и артефактов. Стоит ли мне это ставить? Плюс 17 туризма. Ну, не знаю, нет, наверное. И я победил. Два очка дипломатической победы. Ну, кораблекрушение нам неинтересно. Теодор Рузвельт нефрит. Так, смотрим, что у нас по шедеврам. Опять дофига реликвий и одна музыкальная. Так, на электричество, кстати, не посмотрел, сколько у нас угля на электричество идет. Пока четыре. Да, можно продавать уголь. Так, покупаем шедевры. Сначала реликвии, смотрим. Нету. Мус-произведение два. У Бразилии покупаем. Сначала одно, потом купим кстати, давайте в Шебруке художественный или археологический? Это, наверное, художественный. И центр вещания. И еще одно еще одно мус-произведение у Бразилии. Так, теперь у нас есть художественный музей. Можем еще тематическую попробовать собрать. Нет, скульптуру мы не сможем тематическую. Пейзаж. Две штуки. Портрет. Две штуки. Религиозный объект. О! штуки. Еще тяжеловато тяжеловато с таким количеством цивилизаций на туризм, конечно, что-то сделать. Так, мы, наверное, продолжаем пока. исследовательские исследовательские гранты. Тут угольное включилось. Как у нас с электричеством? Ну вот, там, где не зеленое, это не значит, что там не работает. Там просто нечему требовать электричества еще. Только вот на те города, где что-то требует электричества. Культурное наследие открыли. А, наверное, не будут две пушки. Пошли в идеологии. Так, корпуса надо формировать, кстати. Раз, корпус. Это два корпус будет и третий сюда. Даже, наверное, просто апну без карточки. Пускай будет. или для Эдмонтона. Как бы у Галифакса и так куча крутых клеток. Для Эдмонтона куплю эту. Так, есть мастерская. Акведук. Я доделаю здесь, конечно, ромашку. Приятно. У меня, единственное, этот вулкан на промышленную зону и на Акведук беспокоит. Но, в принципе, да, точно в Золотой Век выйдем опять. Еще надо следить за ребятами на улет. Хоть кто-нибудь в ракетостроение вышел. Ну, Вавилон, естественно. Я думаю, Майя еще тоже. Ага. Значит, за Вавилоном и Майя надо следить. Вообще, сейчас можно сделать поиск по космопортам. Строят ли они что-нибудь или нет. Ну, космопортов в смысле их нету, но вы можете опять же, как и с чудесами, делать поиск и увидеть строящиеся космопорты. Да, пять штук строится, вау. У Майя раз, два, три и два космопорта у Вавилона. Ясненько, понятненько. Да, блин, ну ладно, сейчас. Не важно, когда я их сделаю корпусами. А, не могу уже сделать. окрабики не обработаны. Так, у нас пять послов. кстати, вот Мехико интересно засоюзить, я тогда смогу, у меня промышленная зона тогда сможет до Виктории добивать и на нее влиять. Все остальные тут влияют, мне вот именно что Виктория без влияния промышленной зоны. Слушайте, а стадионы у нас в профессиональном спорте. Ну, в общем, нам после открытия этих цивиков надо будет в профессиональный спорт идти. Слушайте, дальше меня только только Бразилия, что приятно. Подожди, я могу, по-моему, за один ход. Ну-ка, попробуем. Ну-ка, Все, еще два хода. Господи, сколько там науки не хватает. Неужели я не добью до одного хода? биллион. Блин. 1900. А вот сколько у меня накоплено сюда? Почему не показывает игра? Вообще армии чисто будет три корпуса и все. Три корпуса и канадская конная полиция. Полицейское государство, короче. Блин, а можно еще каких-нибудь кризисов навалить? У меня дипломатических, очков дипломатической победы неоткуда взять. Ну, там еще есть цивик и технология по одному очку дипломатической победы дают и, собственно, все. Так, ускорили мобилизацию. Фондмейкер Эрмитаж построил. Ну, пускай. Так, сколько у нас на нобеля? Блин, чё ж там инк так читает? О, это не инк, это вавилон. Но мне кажется, должно хватить. Вот следующим ходом я накоплю достаточно, чтобы выкупить за веру. А там какие-то серьезные войны проходят. В упор. В упор не вижу, чтобы компьютер использовал самолеты. Вавилон построил один биплан. При этом они фигачат уже космопорты. Рапануи появился. О, минус акведукса. Или нет? А, ничего не сломало. Прикол. Даже население не погибло. Нифига себе, какое извержение странное. Ну, окей. А где Рапануи появился? Так, ну что, покупаем. Так, во-первых, адмирал Горацио Нельсон мгновенно строит маяк и верфь в этом районе. Ну, вообще, можно взять в Калгари, я вот тогда отменю здесь строительство маяка. Давайте тут шпиона делать. И возьмем Горацио Нельсона. Так, тут покупаем Нобеля. И следующий у нас... Ну, нормально. Не особо нужен был. Дальше... Можно продать уголь. Да, алюминий тоже мне, наверное, нафиг надо. Плотины строим. Где возможно. Блин, семь ходов. Там не должно вроде... Да, 14 не должно затопить. Даже универс сначала построю. Так, ну вроде все. Плотины... Какие, возможно, будут построены. Зашибись. Перебрасываем, как я и говорил, в Калгари. Надо будет решить, что там с ГГшками, куда-нибудь что-нибудь отправить. Что нам дальше здесь надо открыть? Ну, наверное, нефть, или не надо нам нефть? Лабы откроем. Так, давайте лабы. По городам пройдемся. Отменю, где есть возможность роста, фокус на науку. Фокус на науку. потихоньку потихоньку 11 очков так следующее голосование 14 ходов это еще два очка до по чудесам я уже ничего получить не блин мне кризисы нужны мне нужны кризисы но в том плане чтобы сейчас деньги ли мне нужны уже наверно уже нет очень другое поставим с другой стороны вассалы минера тоже не нужны все еще плюс шесть доход от мародерства нафиг нужен усталось от войны нафиг нужно дайте вот это плюс 30 мы строим порт и плюс 30 процентов к созданию будет норм почекуток оливки на черепахи по ходу больше ничего так надо по городам государством пройтись 55 послов могу хатусу засюзеренить на ланду махавихару не буду я наверно строить рапа ну и кстати могу но я и эти головы не буду строить поэтому рапа ну и потому что здесь можно вот так сделать и все еще два очка за то что вы первый сюзерен рапа ну и получить два очка эти верфь купим морской порт построим чё мы хотим озарения но на стандарт вообще я бы хотел стандартизации 3 3 линейных пехотинца я не построил синтетические материалы это два аэродрома ну такое и сто очков всех великих людей получили по идее блин тоже прикольные ученые кстати а кто предыдущего забрал майя ух ты лабы плюс 4 но им кто это не поможет да не знаю не хочется ничего тут на сто процентов его я мыши на туризм выигрываем а тире ну на начальника порта это плюс к производству здесь ну чё театралку построить только не понимаю где может вот сюда ну тут не хочу ничего убирать эти вот сюда там будет вообще без соседства но ну может быть еще в калгаре здесь театралку сделаем да мы все успеем плотинами закрыть так из из шерб рука по идее не бегает еще о кстати а вот мне тесла тоже норм будет вот именно чтобы до до виктории достать надо его заполучить ну и мы без корпорации по ходу потому что я могу сделать корпорацию только на гипсе а смысл что там гипс дает производства в этих к строительству зданий мне кажется в конце игры это уже не так круто а игра мне подскажет на чем я могу так меха проверить сделали ли они космопорты но и сначала о реликвия появилась следы апостола фу вот откуда кстати в россии наверно сейчас мы посмотрим религия наверно на это дело редких ресурсов больше нету православия я не знаю откуда россия берет реликвии 34 протестантизм 30 буддизм 30 иудаизм 27 и как ровненько до 4 но и вот эти аутсайдеры три религии вавилон замирился с мая тупо захватил кабул потом потерял бессмысленно проверяем космопорты все еще не построено ни у кого но проверим сколько строится было 5 уже 8 4 у мая 4 у вавилона ну блин ну и чё мне тем рабочим давайте железо так как ведук производства давайте посмотрим на энергию да тут достает то есть тут не надо фабрику делать ну продолжаем наверно ромашку тогда давайте кампус а потом театралку должно хватить ну то есть 13 жителей как раз театралка вон ставим кстати у кри и американца дофига дипломатических очков но у американца там способность цивилизации а вот кри чего непонятно суши надо вообще дипломатический квартал построить было давным-давно что-то я эти вот здесь там за каждую делегацию посольство дополнительные дипломатические очки лошадей лошадей никто не хочет купить нафига кому-то сейчас лошади о инки хотят странно а вот сюда давайте тут уже не столько соседства театральных пути сколько их наличие необходимо блин сколько минус 404 от договоров получаю так катастрофическое извержение которое никак на меня не влияет о идеологии открыли но тут много всего надо поменять так во-первых ставим пятилетний план во-вторых во-вторых военную науку имеет смысл ну право прохода со всеми государствами наверное не буду пока ставить пока так ну и вопрос куда идти в демократию или но наверное все таки в демократию блин а что 4 канализации я наверное даже не открыл канализацию да я еще это же не открыл ладно так открываем без ускорения ну и ну и ну и ну и а 4 могу уже что я уже один одного где-то строил вон в калгари плюс я могу караван еще отправить а так я не купил странно я в шебруке хотел купить наверное денег не было так слушайте давайте наверное почитаем на теслу хотя вроде он мне и так должен достаться ну просто чтобы быстрее может крутая штука или театралку поставить америка военную науку приняла что-то они у них мне кажется там затевается очередная мировая война у меня уже столько резов что видите в этом интерфейсе закрывает какой у нас год сколько нам еще кстати до следующей эпохи 8 ходов так значит ваша реализация одно мировое влияние за каждую делегацию или посольство от другой цивилизации плюс один посол за нахождение рядом с центром города и уровень вражеских шпионов работающих в этом и смежных район снижается на 2 консульство 2 очка влияние вход давайте или вообще купить его я бы канцелярию скорее строил плюс 28 так что нам по эти дружбу со всеми объявлять с кем можно чтобы они к нам отправляли так зашибись может и союзы заключить какая разница кстати это один из вариантов как можно канаде если кто не в курсе объявить войну мгновенно это объявить войну ее союзнику мгновенно джинс мгновенно странно так амфитеатр значит можем два шедевра письменности это у нас шедевры для корпорации нас корпорации нету поэтому осушить отчета никто ничего не продает рибли смотрите-ка не литературные продают ладно а может они продают по что мне их некуда запихнуть кстати да скорее всего так и было про это не показывает в быстрых сделках просто просто запихнуть некуда как тоже удобно что-то отстоит веке на теслу стали начитывать давайте сюда поставим сажалка на обработанные клетки ставить районы мне уже не так важно него не так важно соседство театралок как скорее просто наличие театралок как я и сказал задумайтесь о создании воздушных сил сказала майя у которого у которой просто аэропорты даже нету самолетов один самолет только хотя может быть это не видно вот тут просто я вижу и за счет йоханнесбурга так я в вавилон и к майя отправил давайте к имку смотрю насколько где больше стырем наверно в уанаку ну что может один ход подождать и сюда вот театралку поставить наверно так и сделаю инкри все никак не успокоиться своей религии но мне уже не так важно ее разносить кри все свой этот буддизм пропихивает вере хотите поговорить про реинкарнацию пастбища плюс производства так о великий музыкант сам накопился зашибись так после избирательного права мы в профессиональный спорт пойдем он пускай откроем там стадиончики для наших хоккейных коробок хотя что-то в этой партии меня как-то катаклизмы стороной обходят слава богу тьфу тьфу можно будет какой-нибудь чудо поставить а вдруг так сюзерен но могу хатусу за сюзерене дэн 29 дипломатических очков вход кстати можно вот так сделать реликвию в храм а во дворце вы можете вообще любое использовать поэтому пока у вас нету места для шедевра можно столице это сделать так канцелярию тоже построили так ну в столичке в принципе уже делать нечего даже районы нету какие ну нельзя можно конечно пригород поставить что город видите дошел до предела роста но я бы почитал проекты дать наверно продуктовый рынок построим а центр вещания купим блин они восемь космопортов строят и ни одного еще не достроили конечно я со всеми посольствами соглашаюсь что я за счет этого дипломатические очки получаю надо со всеми в хороших отношениях быть чтобы все ко мне посольство отправляли так но я бы за задружился с ацтеком и за союзился даже конечно поможем петру вы что поможем а потом ядерку бросим нам нужны очки дипломатической победы и разве за чтоб компьютер против таких кризисов голосовал так ну наконец-то принимаем демократию да наверно военную науку оставим дальше здесь я где торговля с союзниками вот но новый давайте вера новый курс все равно поставим а где пустя где торговля с союзниками дает или я слепой геократическое наследие не буду брать республиканское тоже не буду брать а это само по себе работает да ваши торговые пути к городам союзниками дает обоим плюс 4 скидка 15 процентов на покупки за золото так ну давайте может снизим и наверно все-таки плюс 4 влияние городам государством потому что мы за счет этого дипломатические очки получаем и что последнее взять наверно уже культурный туризм плюс 23 там до 300 и еще дополнительное очко получается где-то недалеко короче плюс 8 довольство блин и ну впр впр alle видите театралку в одном месте можем только поставить реально вместо кокейной коробки естественно это делать не буду в общем минус этого города собор святой софии то же самое ну что ж может на нефтепродукты все-таки перейти перейду на нефтепродукты блин господи откуда он берет их постоянно все реликвии чисто у петра покупаю прикиньте как бы сейчас россия жила если бы они все свои мощи могли продать да с другой стороны газ нефть это же тоже считаете мощи динозавров которые давным-давно как-то как-то там что-то там и и и и и и проверим еще раз сколько космопортов вообще вот уже построенный 8 1 точно уже построенные у вилона у мая тоже один построенные 3 строится есть космопорт есть космопорт где они в техах но пока блин ну я не ощущаю что я могу успеть все равно меня 11 очков до получаю предположим здесь два очка кризис выполняю тоже два очка если того 4 и того 15 еще по одному очку за теху где-то здесь и в цивиках тоже дается очко тоже где-то здесь ну-ка это далековато еще туда блин не хочу теслу покупать потому что должны так получить и адмирал тоже прикольный матьюпери мне нравится художественный музей центр вещания давайте в художественный музей чуть купим в эдмонтон рублев отлично рублев цициан и эль греко очередной тематический бонус до тематический бонус в художественных музеях от произведений искусства одного типа но разных художников так ну дальше мы естественно в профессиональный спорт эти лыжные курорты надо будет строить и стадион вот кстати можно рабочих сделать под лыжные курорты алюминий эти получаю за счет хатусы потому что у меня нету алюминия ну продолжу этот же путь прежде что-то я не а у нас союз закончился сбросить я думаю где-то мое производство и еда от караванов так культурный то же самое давайте с ацтеком и с ним давайте научный или религиозный у нас одна религия давайте религиозно пускай будет за может еще с колумбии и вавилоном за меня наверное не буду вот 6 и 6 появляется появляется реально все клетки обработаны вот что значит не воевать а тратить производство на рабочих на усовершенствование струс инфраструктуры а не на скрепы блин так и чем здесь построить наверно национальный музей для шедевров королевское общество нафиг надо если я не улетаю в этом ведомство тем более куда мне мыть упыри отправить я бы мехико наверное засоюзил а блин нету эти нету клеток на море я не смогу использовать не знаю может кумасе но я не отправляю караваны в ггшки окажем помощь пока еще никто кстати россии помощь не оказывал канада отправляет турбину к северному потоку или какому там примет ли россия или будет выделываться как всегда куда мне этого мыть упыри отправить ватикан и так мой кумасе не особо может в митлу на 15 быстрее растет и съесть кампус и то чтобы мне расти требовалось у налан да это эти строить улучшение торуга пять процентов науки во всех городах зак ну блин а нафигами наука с другой стороны вильнюс и так мой рапануи рапануи да чё-то вот бонус айрес кстати неплохо он счастье ну а с другой стороны опять же счастье у меня плюс восемь чё мне счастье ладно походу походу в митлу я бы на самом деле в мехико чтобы дальше влияли районы но да может маскат но опять же дополнительный центр в коммерции нафига мне один центр коммерции и нафига мне удовольствие юханесбург и так мой плюс 14 процентов от антона на риву 80 имею ну короче митла хотя мне рост тоже такое а сколько в метле вообще чужих послов потому что он там два посла у человека блин немножко все бессмысленно так альтеров кумасе все таки это тем не менее будет какая-то культура еще сверху но мы долго будем туда плыть конечно давайте может археологические здесь построим несколько шедев вообще никто археологические не строит почему-то а тут а а а блин эти кри обратил тина чтитлан зачем-то то есть он все равно миссионеров покупает и ходит обращать зря что это бессмысленно так берем теслу и где у меня появился вот используем его здесь но следующим ходом видимо обновится что на три клетки раз два три 4 5 6 видите пока сюда он только действует потом увеличится что-то виктории добьем вот тебе надо нефть кстати купить не ну так много нам не на хотя 80 вход за 90 нефть она же будет тратиться будет тратиться а с другой стороны я сейчас открою не сейчас а когда-нибудь открою свою нефть может мне их дофига давайте 40 возьму может уже научный кстати уже военный не интересно а а Давайте фестивали начнем проводить Канадские знаменитые карнавалы Фестивали Приятно видеть того, кто окружает себя впечатляющей военной Ты прикалываешься? Помните, он говорил, что у меня слабая армия? Я с тех пор только корпуса сделал Чисто все И он такой, впечатляющая военная Может просто кто-то потерял армию? Ну да, 115 Потому что воюют с кем-то Куда армия Америки делась? Впечатляющая Я, короче, слабее меня только Америка И она впечатлена моей военной мощью Ну ладно, мы выходим, похоже, в эпоху Атома, да? Не, в новое время Новое время 1400 Ну то есть когда Средневековье должно было закончиться У нас новое время Началось Золотой век Я, наверное, прямо сейчас выберу, что у нас будет Ну и профессиональный спорт открываем Соответственно, давайте глянем Как у нас сейчас Катки улучшились Сразу же в профессиональном спорте Как видите Кстати, они у них даже, по-моему, изменилось Ну, явно же не было этих Экранчиков Электронных О, стали эти ездить Заливочные машины Прикольно И нам нужно стадион поставить Здесь Тогда это даст Это не здесь пишет Ну, в общем, дофига Еще всего нашим этим Каткам даст Но я думаю, что это, ребята, в следующей серии уже Россия изменила правительство на фашизм Русофобская игра Русофобская Россия осудила Не, Россию осудила Америка Блин Господи, ребята Когда уже забанят YouTube в России Чтобы вы не могли такое русофобское смотреть Не понимаю Вот даже, понимаете, вот Игры Вот такое делают Россия приняла политику третьей альтернативы Ладно, на этом все Спонсоры продолжения могут прямо сейчас поискать Во вкладке сообщества Для всех остальных оно выйдет завтра Играйте в умные игры Слава Украине Живе Беларусь Всем пока Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно, суперспасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео